Всем привет! Вы на канале DigiShopBuy, меня зовут Trins и сегодня посмотрим на легендарный вокальный микрофон Shure SM58. Погнали! Весь этот обзор я запишу на данный микрофон в связке с картой RME Babyface Pro с усилением выкрученным на 13 часов, частотой дискретизации 48 кГц и глубиной 24 бита без дополнительных обработок. Этот микрофон является, пожалуй, самым популярным в мире на сегодняшний день. Его конструкция стала своеобразным ориентиром в создании микрофонов. И на сегодняшний день именно эта модель Shure SM58 носит гордое звание «Самый подделываемый микрофон в мире». Не это ли успех, господа? А теперь немного истории. Микрофон Shure SM58 был разработан в 1966 году и был сделан на базе микрофонов, которые использовались для системы оповещения. Аббревиатура SM в названии означает «Studio Microphone» — студийный микрофон. В 1970 году микрофон чуть не сняли с производства из-за падения спроса. Максимальный уровень звукового давления, который может выдержать данный микрофон, приблизительно равен громкости запуска космического шаттла. Данный микрофон стал настолько популярен благодаря американскому рок-н-роллу. Но стоит отметить, что его создатель совсем не серьезно относился к этому жанру, а слушал классику. Перечислять музыкантов, которые пользовались данным микрофоном, я не буду. Я уверен, что практически каждый знаменитый музыкант хотя бы раз пересекался с данной моделью. Стоимость его составит 9,5 тысяч в нашем регионе. Если он вам интересен, ссылочку на него я оставлю в описании. В коробке найдем микрофон, держатель на стойку с адаптером с 5,8 на 3,8 дюйма, чехол для транспортировки, спецификация и мануал. По поводу его сборки на сегодняшний день говорить уже и не стоит. Достаточно просто посмотреть видео, где микрофоном забивают гвозди, его окунают в воду, переезжают автомобилем, и он все равно продолжает работать. Ссылочку, кстати, на это видео я также оставлю в описании. Согласно спецификации, SM58 это динамический микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, частотным диапазоном от 50 Гц до 15 кГц, чувствительностью минус 54,5 дБ и входным сопротивлением от 150 до 300 Ом. Поскольку данный микрофон чаще всего используется на сцене, давайте проверим, как он реагирует на касание и как он улавливает такие шумы. А также давайте проверим, как он улавливает звук, если говорить не напрямую в капсюль. А в данный момент я специально печатаю на клавиатуре, чтобы вы примерно услышали, как реагирует данный микрофон на шум в пределах вашего рабочего стола. Если у вас уже есть данный микрофон и вы хотите как-то прокачать его звучание, рекомендую попробовать использовать его с усилителем, который называется Soyuz Launcher. А если вы хотите, чтобы мы протестировали эту связку, напишите об этом в комментариях. Не зря данный микрофон в свое время стал настолько популярным и таковым остается по сей день. Это отличный вариант для записи демо в домашних условиях, для стримов и подкастов с ограниченным бюджетом, для выступлений на сцене, проведения каких-то речевых мероприятий, да и вообще в любой деятельности, где нужно использовать микрофон. Его самый главный плюс – это долговечность, которой нет равных во всем мире уже очень-очень много лет. Также он достаточно хорошо звучит для своей стоимости. Он универсален, подойдет под разные типы голосов и тембров, и его частотная характеристика подчеркивает как раз-таки те диапазоны, которые важно подчеркивать микрофону. Но при этом мы всегда помним, что микрофон важно подбирать под каждый голос индивидуально. Из минусов, конечно же, важным является его чувствительность, так как ему, скорее всего, понадобится дополнительное усиление. И в связке с какими-то бюджетными звуковыми картами усиление придется выкручивать на максимум, либо использовать какие-то сторонние предусилители. Но в общем, если ты ищешь микрофон для демок, стримов, подкастов, выступлений или вообще для всего сразу, то мне кажется, что Shures M58 решит твои задачи полностью. И за 120 долларов сделают это на достаточно высоком уровне. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного микрофона, а если вы являетесь его счастливым обладателем, напишите, сколько лет вы уже им пользуетесь и какие нюансы использования у вас были. Если это видео вам понравилось, было полезным или помогло с выбором, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное видео. Меня зовут Тринц, увидимся в новом ролике. Пока!